Горячая линия с градоначальником Почему даже губернатор? Губернатор – высшее должное лицо области, и вопросы волнующие жителей нашего города и области, конечно, входят в его. Также обязанности, интересы, и он поэтому дает свою оценку, и мы, конечно же, прислушиваемся и к рекомендациям, и к оценкам, которые происходят. То, что происходит с уборкой снега, неоднократно обсуждалось, и мы по этому поводу предоставляем всю необходимую информацию. Я не разделяю драматизма о том, что у нас очень все плохо и невозможно. У нас сложно, у нас есть проблемы, потому что действительно у нас практически сколько? Две недели снег шел без перерыва, и никому в мире не удастся убрать его за три дня. Основные дороги у нас в нормальном состоянии, проблемы, как обычно, поперечники и дворовая территория. Вот то, что точно не дорабатывают и районные администрации, а также подрядные организации – это тротуары. Тротуары, потому что объяснение я слышу следующее, что когда идут снежные залпы, они действительно идут без перерыва. В первую очередь всю технику бросают на уборку, на освобождение проезда, чтобы основное движение шло. Потом еще возить надо, до тротуаров руки не доходят, а что происходит? Люди натаптывают снег, образуется наледь, и уже не так просто это все убрать. Это проблема, недорабатываем. Количество техники, которое сейчас выйдет на улицы, оно больше того, что у нас запланировано. Мы привлекаем ее дополнительно. Для этого специально объявили и чрезвычайную ситуацию. Она была объявлена, когда особенно сильные снегопады были, тем более мы месячные нормы по снегу за эти две недели перевыполнили. У нас это состояние по-прежнему действует, позволяет нам привлекать дополнительную технику. Ну, давайте, что касается конкретных адресов, я думаю, что сегодня будет много обращений. Очень много уже сейчас, да. Там, здесь, вот я поставил задачу в понедельник на оперативном совещании, два дня дал на то, чтобы привести территорию, которую положено принести в порядок. На самом деле, к воскресенью уже улучшили ситуацию, но опять с воскресенья на понедельник прошел сильный снегопад, подпортил картину. Завтра я собираюсь в такой длинный ночной объезд по всему городу. Я, кстати, разместил на своем, вот в своем блоге даже такую информацию. Все, кто хочет, вот чтобы их адрес вошел в план объезда, нужно направить этот адрес, а еще лучше даже с контактами. Для того, чтобы мы побывали во время объезда на этой территории и разобрались еще, кто ее должен выбирать. Здесь вот вообще, конечно, сколько время идет, у нас так и за все отвечает Кондряшов. А это далеко, ну, я ценю высокое доверие, но на самом деле администрация города, проведя аукционы на выбор подрядных организаций, заключив контракт, выплатив деньги, да еще помогла приобрести технику, процесс организовала. Дальше начинаются ответственности этих подрядных организаций. Не забывайте еще про то, что домоправляющие компании отвечают за состояние придомовых территорий, а не администрацию города. Их жители нанимают на работу, кстати, платят им деньги. И у них уже сейчас практически у всех есть в сметах расходов, даже не то, что на уборку, но еще и на вывоз снега. То же самое и с ТСЖ, отдельная история коммерческим структурам, промышленным предприятиям, которые территорию должны приводить в порядок. Это не снимает ответственности ни с администрации города, ни с ее руководителей. И уж поверьте мне, я то, что называется, жарюсь сейчас от всех критических, все критики, которые в мою сторону направляются. Оно решаемо. Наша задача организовать, наша задача скоординировать все действия. Здесь еще есть ошибки, здесь есть недочеты, но в целом ситуация находится под контролем. Хотя, повторяю, те проблемные участки скрыты от глаз, которые существуют. Адреса нужно направлять, мы включим их в наши объезды, и разбор будет обязательно. Но я возьму вот то, что у вас сегодня пришло, распечатать мне, пожалуйста, я обязательно уже на эти обращения отреагирую. Здесь очень много подобных вещей в группе ННРадио ВКонтакте. Да, напомню, координаты наши. Телефон прямого эфира 42-30-99-5, кнопка 5. Есть еще резервный телефон, телефон редакции 28-28-99-5. СМС-портал 8-9-38-0-9-0-9-9-5. Ну и, конечно, группа ННРадио ВКонтакте. Давайте вот в оставшееся время до первого рекламного блока говорим тоже о благоустройстве, о городском хозяйстве. Ну вот прошла информация о создании городской управляющей компании. Что это такое? Зачем она создается и чем она, соответственно, будет заниматься в Нижнем Новгороде? Ну, речь идет о том, что у нас есть категория жилого фонда, которые сегодняшний день такими становятся изгоями, в которых, в обслуживании которых не заинтересованы абсолютно никакие домоуправляющие компании. Вообще, как правило, домоуправляющие компании бьются за, не на шутку, за то, чтобы управлять жилым фондом. Помните, еще совсем недавно, где-то года три назад, они всхлипывали и говорили о том, что этот вообще бизнес для них убытченный, они чуть ли не имеют права делать наценку. Но при этом ни палкой, ничем не выгонишь домоуправляющей компании из домов жители, которые не хотели, чтобы эти управляющие компании их обслуживали. Потому что это просто-напросто большой, хорошо работающий бизнес, причем работающий во все времена. Кризис, не кризис, за обслуживание домов жители всегда платят. Но если изначально домоуправляющие компании обслуживали весь жилой фонд, то стали разбираться они в своем бизнесе. Это все на наших глазах складывались вот эти вот новые условия и появление управляющих компаний. Так вот, управляющие компании стали отказываться от обслуживания домов так называемой пятой-шестой категории. Это, конечно, не аварийные дома, но это дома ветхие, дома, которые с большим износом вплоть до 70%. Я думаю, что те жители, которые Нижний Новгород, которые нас слушают, сами понимают, о чем идет речь. Это, конечно, дома не пятиэтажные, не девятиэтажные новые, которые построены. А это дома народной стройки, это дома, которые пришли к нам, бывает, и до войны построены, или сразу же после войны. Бараки многочисленные, их много, таких домов у нас. То, что собирают жители на свое обслуживание, на капитальный ремонт, этих денег не хватает. А до управляющей компании, вы сколько нам собрали на, например, ремонт крыши? 36 тысяч рублей? Не хватает. Нам нужно 700 тысяч рублей. И жители выясняют, что пока вы соберете эти 700 тысяч, так мы вам крышу отремонтируем. А за счет чего же мы будем строить? Жители жалуются, обращаются на домоправляющие компании. Идут прокуратура в том числе, суды. Начинаются конфликты. В результате домоправляющие компании научились просто отказываться от этого, бросают. По закону, если дома приходят на непосредственное управление или остается бездомоправляющая компания, нужно выставлять их на торги и уже по повышению находить им обслуживающую компанию. То есть, если за 100 рублей, ну я так условно, не обслуживать, а за 120, то будет обслуживать. За 150, но это в результате получается абсурд. Дома, которые в плохом состоянии находятся, люди там в любом случае живут, мягко говоря, не в самых комфортных условиях, еще за свое обслуживание должны больше платить. Так как таких домов становится все больше и больше, я вынужден был принять решение создать городскую управляющую компанию, которая будет за счет бюджета. То есть, мы же субсидии выделяем. Зачем же будем выделять бюджеты домоправляющим компаниям, которые так неплохо живут? Давайте будем помогать брошенным домам, которых жителям нужно создавать, ну, и то так с оговоркой, приемлемые условия для проживания. Вот почему появилась городская управляющая компания, и она сегодня увеличивается в своих объемах. Если раньше надо управляющих компаний, вот, например, на сегодняшний день это порядка тысячи таких жилых домов, то нам на 15-й год, который вот наступил, нам дадут еще тысячу, у нас станет практически 20% от всего жилого фонда в городе Нижнемного. Но это необходимо сделать, потому что кроме муниципалитета, кроме бюджета, где дома никто не хочет обслуживать. Будем ждать итогов работы первых городской управляющей компании. Настало время сейчас прерваться на небольшой рекламный блок. Вы же пока, друзья, можете дозванивать. Горячая линия с городоначальником. В прямом эфире глава администрации города Олег Кондрашов. 18 часов 23 минуты в Нижнем Новгороде. Вы слушаете НН-радио. Сегодня горячая линия с городоначальником. Олег Кондрашов у нас в студии. На смс-портале 8938-090-995 продолжают люди про снег рассуждать. Кто-то говорит, что снег не убирает. С другой стороны, есть и другое мнение. Говорят, что зима в этом году отличная. Просто власть действительно не может сделать невозможное. Спасибо им за работу. Вот от Михаила такое пришло сообщение. Вот такая сквозная тема, видимо, будет у нас связанная с уборкой снега сегодня. Я напоминаю, что все адреса, какие вы в том числе и оставляете в группе ВКонтакте, на смс-портале мы обязательно отправим после этого для составления маршрута вот того самого ночного рейда по городу. Ну, а сейчас предлагаю переключиться к звонкам. 42-30-99-5, кнопка 5. Никита с нами на связи, как я понимаю. Никита, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос абсолютно банальный, так скажем, об анаболевшем. Чуть меньше года назад у меня в 6 утра позвонила девушка, у нее дома прорвало батарею. Квартира съемная была. Я туда прилетел где-то уже в 6.15, обзвонил все просто службы, там, коммунальные, некоммунальные, не звонил разве что пожарникам с милицией и скорой помощи. В итоге ничего у нас не срослось ни с кем. Все посылали друг к другу, кто-то не брал трубки. Перевели в конечном итоге на какую-то аварийку, сказали это по их части. Я им дозвонился в 6.40, я это точно запомнил, на что мне сотрудник сказал. Все уже ушли домой, помочь сейчас ничем не сможем. Звоните в 7, другая смена придет. Я говорю, так время в 6.40. Они говорят, ну я же сказал, все ушли, по-русски сказал. Сейчас все равно никто не придет. Звоните после 7, когда будет другая смена. В итоге после 7 трубку не взял вообще никто. А в результате, в общем и целом, в ситуации, воду выгребали там несколько человек, там хозяева приехали ведрами. На первом этаже была квартира, вода была очень горячая. В результате, примерно в 10 утра, когда я уже уехал на работу, мне позвонила девушка и сказала, что ситуация решилась. Мимо проходил сосед по подъезду, увидел, что из подъезда идет пар, зашел посмотреть, в чем дело. И у него оказался телефон сантехника, который как-то относится к ЖЭКу, там, какому-то, что-то такое. И он пришел, а службы в итоге так ни одна и не явились. И вот хотелось бы спросить, мы с друзьями долго обсуждали и запутались, кому же все-таки звонить, если вдруг в дальнейшем прорвет батарею, потому что так и не поняли. И когда, конечно же, у нас в наших учреждениях и службах перестанут так относиться к людям, которых они обслуживают, что в 6.40, видите ли, все они ушли домой пораньше. А у меня вот беда. Да, я для того, чтобы поточнее ответить, все-таки спрошу, дом управляется кем? К сожалению, я как-то вопрос так и не смог прояснить. Я пытался там звонить какие-то совместные ЖЭКи, под впису просто смотрел тогда, все-таки квартира съемная. Ладно, Никит, сейчас постараюсь свое мнение по этому поводу сказать. Ну, налицо аварийная ситуация, которая случается у нас, к сожалению, достаточно часто, и многие нижегородцы с этим сталкиваются в быту. Если случилось аварий с батареей, конечно же, отвечают за это управляющие компании. То есть здесь даже и двух не может быть мнений. Это управляющая компания, кто у вас управляющая компания является? Либо классическая домоуправляющая компания, ДУК, либо, если это ТСЖ, то ТСЖ нанимает свою управляющую компанию, либо бывает еще случай, когда там нанимают своих сантехников и так далее. Это очевидно. И звонить вам, конечно же, нужно было в дежурную службу ДУКа. У них сегодня, у всех есть телефоны постоянно круглосуточные. Многоканальные, насколько. Это не у всех ДУКов, но у больших шести ДУКов из восьми есть многоканальный колл-центр, который принимает. И, конечно, это работа аварийной службы. В принципе, вот как вы мне объяснили, вы, конечно, можете предъявлять претензию, в том числе и зафиксировать ущерб, и обращаться на домоуправляющую компанию в суд за причинение вам материального ущерба. Я не знаю, как там вы, как съемщики, разобрались с хозяевами. Я так понимаю, они приехали и были свидетелями, что вы хотя бы не виноваты в этом. Но, тем не менее, ущерб нанесен в квартире, и это повод для обращения в суд. Вот, видите, еще важное то, что вы сказали. Я, честно говоря, так и не разобрался. Это у нас сплошь и рядом происходит, Никита, когда мы до конца не разбираемся и не знаем. Так с кого спрашивать? Начинаем звонить всем подряд. Чего бы нам не разобраться уже, в конце концов, что управляет жилым фондом, за который платят, там хозяева платят, либо это платит ваша девушка по договоренности с хозяевами, за обслуживание квартиры платите, за уборку подъезда тоже платите. Потому что мы как-то так думаем, грязно и грязно, кто там убирается. Либо сами договариваются с соседей, либо оплатить-то платим. И вот пока мы будем к этому относиться, как только тогда, когда что-то произойдет, ну вот это так и будет. Если вы домоправляющая компания, о чем я, кстати, начинал разговаривать раньше, вот после такого факта, хозяева этой квартиры скажут, да пошли вы с таким качеством сервиса и обслуживания, мы не хотим с вами работать. И придут и скажут об этом на общем собрании собственников, либо напишут заявление в жилы инспекцию о качестве работы аварийной службы. Это будет для домоправляющей компании хлопотой, о которой может обернуться и потеря финансовых доходов. А теперь с введением лицензирования домоправляющей компании еще одна такая вот, такой случай в этом доме, даже не в вашей квартире, а в другой квартире, но в этом доме, ее просто-напросто домоправляющей компании освободят от обслуживания. Вот тогда будут и ценить вежливость общения, и на это будут влиять внимание, и каждый дом для них будет ценность представлять. А это, конечно, хамство, безответственность, просто безнаказанность позволяет вот таким забытием происходить. 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Принимаем следующий звонок. С нами на связи Валентина. Как я понимаю, Валентина, добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуйста, ваше вопрос. Олег Александрович, добрый вечер. Звоню я вам с автозаводского района. У нас сложилась следующая ситуация. На улице Прогунова, между домами 23 и 25, у нас расположена детская площадка. И вот на ее территорию постоянно, без всякого стеснения, заезжают машины. Дело в том, что детям уже играть им негде. Помогите, пожалуйста. Спасибо. Понял, понял. Ну, с этой проблемой, наверное, из каждого двора сегодня также могут позвонить. Идет такой системный конфликт между жителями этого дома, автолюбителями, владельцами автомобилей, и просто жителями остальными. Детские площадки и газоны сегодня подвергаются вот такой вот давлению со стороны автолюбителей, занимают все места, при этом утверждают, что, а где же нам ставить машину? Ну, вот, я здесь категорично за жителей дома, которые просто жители. Потому что автолюбитель, когда приобретает автомобиль, у него не написано, что он имеет теперь право ставить автомобиль у своего дома там, где он захочет. Вот, если конфигурация внутреннего двора, вот, запланировано место для парковки, значит, ими надо пользоваться. Кстати, когда покупали квартиру, видели то, что происходит вокруг дома. Если не позволяет, то тут два варианта. Вариант первый – найти место для парковки автомобиля на ближайшей организованной парковке, в том числе платной. Никто у нас больно-то не хочет оставлять машины на платных парковках. Это официальная и точная информация от тех строительных компаний, которые многоярусные строят парковки. Ну, если это можно сделать бесплатно, хоть как-то приткнув автомобиль. Ну, это да, да. Вот, или второй вариант. Нужно собираться с советом дома и все вместе, вместе с соседями, с собственниками, уважая права друг друга, например, принять решение, что вот такая территория в нашем дворе будет под детскую площадку, потому что это обязательно нужно. И у автолюбителей, кстати, есть дети. А вот такая территория пойдет под расширение автомобильной парковки. Между прочим, районной администрации сейчас при наличии такого решения собственников дома идет на то, чтобы включать внутридуворовые территории под ремонт и расширение парковочных мест. Таких у нас достаточно много случаев, и в этом году эта работа будет продолжена. А вот пока это не решено, это является нарушением. И вам, Валентина, нужно обращаться в автозаводскую административно-техническую, в управление административно-технического контроля, вот так это будет правильно называться, автозаводского района. Они выйдут и зафиксируют факт. Помимо того, что они еще и направляют участковому эти все нарушения, они уже имеют право составлять протоколы и наказывать рублем нарушителей. Что делать с теми, кто еще и на газонах паркуется, на самом деле? Это та же самая история, что газоны, что детские площадки. Эта проблема очень серьезная. Но вот так, да ладно, дома взрослые наши. Я же рассказывал эту историю, что я жил в доме номер 8 в первых черебенках, вырос. У нас около дома стояла одна машина. Мы все знали, кто ее счастливый обладатель. И все, больше у нас машин никогда там не было. Ну, если что-то кто-то приезжал, это пятиэтажный, восьмиподъездный дом, стандартный. Что я сейчас проезжаю мимо восьмого дома, я вижу, там происходит. Ну, это, конечно, видно, что мы все хуже и хуже живем. У нас машину поставить негде категорически. Поэтому эта проблема очень серьезная. Я уже рассказывал потом, как ее нужно решать. Но вот с точки зрения контроля и ответственности нарушителей, у нас административно-техническая комиссия сейчас готовит новую систему. Она будет в этом году введена. Эта система позволяет автоматическому режиме фиксировать нарушение правил благоустройства. А именно к этому относится парковка на газонах. И это будут переносные планшеты. Наши инспекторы административно-технического контроля будут фиксировать нарушения. Там все автоматически запрограммировано. И также будет приходить штрафная квитанция нарушителю по аналогии с уже понятным и привычным для нас штрафами за нарушение правил дорожного движения, в частности, скоростного режима. Такая же будет система. И вот когда вот это начнет работать, я понимаю, что это неприятно. Я понимаю, что всем, наверное, хочется сказать, да вы дайте нам парковки и так далее. Это, знаете так, необходимость строительства парковок не отменяет у нас у всех ответственности за соблюдение. Бывают не только правила дорожного движения, но правила элементарной этики и уважения по отношению к другим. Вот видите, там кто-то газон делает, кто-то детскую площадку, кто-то пытается какой-то уют создать. А кто-то говорит, а мне нужно запарковаться. Я видел такие, да и какой фотографии. Я думаю, что многие из вас сталкиваются с ситуацией, когда вот так паркуются на тротуарах. В некоторых дворах тротуары сделаны узкие и проезд тоже не широкий в одну машину. Для того, чтобы этот проезд еще водителям обеспечить, они паркуются с одной стороной на тротуаре, а другие с другой стороны. И элементарно, женщина с коляской для того, чтобы пройти, должна выйти на проезжую часть. Но это, каким бы необходимостью это ни было вызвано, это неправильно. Тротуары созданы для того, чтобы по ним ходили люди. И здесь мы будем решительно бороться с этими нарушениями. Все необходимые технические средства уже разработаны, будем внедрять их. 42-30-99-5, кнопка 5. Телефон прямого эфира. Прежде чем к следующему звонку, перейдем вопрос от Лады в группе НРАДИО ВКонтакте. Олег Александрович, правда ли на улице Минина появится девятиэтажка? Нужно ли подобное строение на главной площади нашего города? Ну, имеется в виду площадь Минина и вот этот двор Истфака, да, где возможно появится. Если, Лада, ответить коротко, да, появится. Долго велись по этому поводу проектирование, согласование, экспертное мнение. И в конце концов было принято решение строительства этого многоэтажного дома разрешить. А что, ну вот, Лада, пока мы еще здесь в эфире, напишите, в чем вы считаете проблемой, если вот во дворе этих учебных заведений будет выстроено еще одно здание, неважно, жилое это будет, либо административное, что оно испортит. Мне вот даже все-таки мнение интересное. Видимо, это скорее связано с тем, что по интернету, по Нижегородскому, ходят вот эти фотоколлажи, где показана площадь Минина, да, и вот эта девятиэтажка, которая возвышается над всеми этими строениями. Ну, понятное дело, что отдельный вопрос, как сделать фотоколлаж. Да, и сразу же жизнь меняется в худшую сторону. Вот этот коллаж такой. Ну, нарисовали коллаж. Я, честно говоря, не видел, но представляю. Никто не позволит сделать ни проект, ни этажность выше официально разрешенной. У нас есть градостроительный совет, который все эти проекты самым тщательным образом рассматривает. У нас есть, в конце концов, градостроительные регламенты, которые там не позволяют высотные здания строить. Внутри этого дома никаких жилых территорий нет, чтобы, например, там нарушить инсуляцию. Я не защищаю, я просто хочу просто понимать логику, когда мы против всегда. Вот мы всегда против. Вот кто-нибудь заходил во двор этого всего учреждения, там старый заброшенный сарай, деградированная территория, что там только не происходит. Но строить там ничего не надо. Ну, что там, детскую площадку, там недалеко детскую площадку сделать. Это учебное заведение. Студенты там время проводят, это правда. Поэтому давайте как-то вот конструктивно все-таки город должен развиваться. И если это не на красной линии, это не разрушает облик, вот давайте вот по этому поводу покажите мне, где это плохо. 42-30-99-5, кнопка 5. Вот сейчас мы готовы принять звонок. Денис с нами на связи, как я понимаю. Денис, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Да, добрый вечер. Пожалуйста. Олег Александрович, я в данном случае не столько против, сколько за. Вчера был совершенно шикарный спектакль. Ваша тезка приезжала, Олег Менщиков в город, в Тюзе выступал. Но, вы знаете, вопрос-то с такой. Город-миллионник, большой, хороший, культурный. А вот залов-то маловато, потому что 860 мест Тюза, с креслами, рассчитанными на подростков. И битком-зал, все места, все стулья, все представное, что можно, использовано. Я не знаю, насколько вы сами театрал. Вот я знаю, что Валерий Павлович, он хоккей любит. У нас два лет спорта сделали, на 5200 мест сделали. Вот если бы Олег Александрович был театралом, может быть, у нас сделать какой-нибудь на 1500 или на 2000 мест концертный зал. Так что приятно было, и чтобы люди приезжали, и концерты были хорошие. Спасибо. Театрал ли вы, Олег Александрович? Спасибо. Хороший, такой позитивный, добрый вопрос. Хотя бьет он, на самом деле, не в бровь, а в глаз, потому что, честно говоря, стыд и позор. И предыдущим, и сегодняшним властям то, что вот в нашем полуторамиллионном городе действительно ведь нет ни одной современной площадки для выступлений, ни театральных, ни концертных. Ну вот, у нас все дворец спорта, про который Денис вспоминает. Ну, на самом деле, это не зависит от любви к хоккею ни того, ни другого руководителя. Это регламент континентальной хоккейной лиги четко описывает, что если стадион меньше 5500, то команда просто не допускается для участия в чемпионате КХЛ, поэтому и делали соответствующий ремонт. Причем нам давали отсрочку на один год, чтобы мы привели стадион в порядок. Другое дело, что мы сейчас ищем, возможно, строительство арены более современной для того же торпеды, там, 15-ти тысячник. Это необходимо, и дело не только в хоккее. Нам вообще нужно, мы говорим, привезти какого-нибудь эстрадного исполнителя. У нас опять, кроме Дворца спорта, это вот 72-го года рождения, самое современное у нас получается и вместительное заведение. Ну, конечно же, это позорище. И ситуация, к сожалению, тяжело улучшается, потому что все это очень серьезные деньги, и частный бизнес очень неохотно идет. Я вот лично вел неоднократно переговоры и вот по поводу строительства ледовой арены, и по поводу строительства многофункционального зала для игровых видов спорта. У нас же развивается и баскетбол, и волейбол, а где они занимаются? Бизнес не очень понимает, как можно вложить и получить деньги. Потому что вкладывать нужно много, а получать это очень все сомнительно. Пока, ну, тем более, видите, еще какие времена наступили, это вот еще больше усложняет эту задачу. То же самое с театрами и с концертными площадками. Вроде как рассчитывали мы на то, что Юпитер будет глубоко модернизирована, там будет построена площадка. Я знаю, что это вот сейчас тоже под сомнением, потому что компания попала в сложную ситуацию в связи с кризисом. И мы тоже не можем терпеть, что вот она такая стоит закрытая, там снегом заваленная. Сейчас, кстати, надо их спрашивать, потому что они отвечают за эту территорию, собственник Юпитера. С театром, видите, у нас какая ситуация вышла с оперным, который вроде собирали строить, но в результате вот поспорили, дали возможность, ну, так нет, так нет, отложили это строительство. Все, нет у нас теперь, по крайней мере, как мне известно, в ближайших планах оперного театра. Это, Денис, большая проблема. Я очень люблю театр, при возможности всегда хожу. Кстати, сегодня юбилей, 50 лет нашему замечательному актеру Сергею Кабайло, актеру нашего драматического театра. Я поздравляю Сергея, сегодня вечером постараюсь попасть на его юбилейный, посвященный его юбилею в театральный вечер в драматическом театре. Я очень люблю, но то, что наши театры сегодня не соответствуют нашему городу, это факт, это проблема, и нам еще очень много предстоит работать, чтобы эту проблему решить. 8-938-090-995, номер нашего смс-портала, прежде чем следующий звонок послушаем, две смс-ки, я так понимаю, они предполагают довольно короткий ответ. Первый, скажите, пожалуйста, когда закончит долгострой за 47-й школой, уже больше 15 лет заброшен, сделайте там спортплощадку, пожалуйста, для школы. 0761 пишет абонент. Это вот как раз рядом с дворцом спорта. Я знаю эту площадку, там сейчас решается вопрос, это вообще самострой, неразрешенный, выкуриваемый оттуда автомобильную парковку, которую там образовались, и действительно эта территория предназначена и зарезервирована под строительство пристроек школе номер 47, строительство спортивного зала. Она у нас одна из 12 школ города, в котором нет своего собственного спортивного зала, это, конечно, безобразие, а вообще еще два года назад стоял вопрос о том, что 47-ю школу в принципе закрыть, потому что там были обнаружены трещины, такая школа, пожилая у нас. Ну вот я лично просто этим хорошо знаю, лично занимался спасением этой школы, очень рад, что это удалось, и отремонтировали, спасли школу, и видно, что сделали правильно, там сейчас увеличивается количество учеников, если раньше там было около 400, там уже 700 в этом году. И еще одна смска, 3692 абонент, перекресток Южного шоссе Янки-Купала продлили 40-й маршрут к микрорайону Юг, а стрелку на светофоре не сделали, каждый день там аварии, помогите, и три восклицательных знака, пишет человек. Хорошо, я передам нашему департаменту транспорта и Центру управления дорожным движением эту информацию, чтобы они разобрались и отреагировали. Ну вот теперь звонок, Михаил с нами на связи, Михаил, добрый вечер. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте, Нижний Новгород. У меня вопрос такой. Две недели назад на проспекте Гагарина в районе университета Лобачевского повесили по обоим сторонам дороги, знак остановка запрещена, машина оттуда эвакуирует. В итоге некде парковаться ни студентам, ни работникам, ни драмаша и множество осветных зданий, которые там находятся. А карманы, которые есть на дороге, парковочные, никто не удосушился, при этом они такой вместительности, что, ну да, вместится 10 машин. Скажите, пожалуйста, вот каким образом из этой ситуации вы предполагаете выходить, особенно в свете того, что жителям соседних домов очень не нравится, когда в их домах все заставлено машинами чужими не их в такой ситуации. Я понимаю жителей прилежащих домов, которым не нравится эта ситуация, но Михаил, знаю, что это очень не нравилось еще и десяткам тысяч автолюбителей, которые никогда не было таких пробок, как они стали в последнее время, образовываются у нас от площади Лядова, от остановки университета до дальше за дворец спорта, по проспекту Гагарина, по простой причине. Только последние полтора года у нас вся территория от университета до дворца спорта, потому что там уже еще сейчас и учебные заведения высшей школы экономики, и даже 47-я школа, там все дальше до дворца спорта, с двух сторон сегодня просто заставлены автомобилями. У нас там шесть полос, одна из полос занимает припаркованными автомобилями, а когда это еще зимой, соответственно, с валом снега... Полос становится меньше. ...становится еще на одну полосу, потому что по полосы занимающиеся отвал снега, потому что машины там во время уборки стоят, их тут не выберешь. Это существенно сужает проспект Гагарина в интересах организации городского движения стоянку там запретить. Да, понятно, что это привело к тому, что куда студентам ставить машины. Вопрос о том, что будет организовано дополнительное парковочное пространство, потому что они сейчас стали востребованными, и по-другому сделать было нельзя. Мы не можем. И это будет не только на проспекте Гагарина, и на других участках, там, где раньше, в голову не приходило. Я же поэтому проспект Гагарина всю жизнь езжу. Как только вот начал ездить на улицу Минина в институт из Черебенка, я всю жизнь езжу по проспекту Гагарина и знаю, сколько там у нас было автомобилей. Это последние два года. Ситуация непростая. Совместно с ГИБДД принято вот такое вот решение. Время нас, конечно, уже поджимает. Никита, который звонил насчет батареи, передает вам спасибо за ответ на вопрос. И еще... Адрес... Никита, напишите адрес вашего дома. Мне просто для профилактической работы это пригодится. И еще успеем послушать один звонок. Сергей с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Да-да, здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста. Хотелось бы задать два вопроса, но таких небольших. Я живу в Суромовском районе, житель Суромовского района. У нас прямо под окнами, на Болгаре Гриня, стадион труд. Наверное, вы знаете о нем. Конечно. В прошлом году был такой большой скандал по поводу вырубки деревьев под картодром. И на этом дело встало. Пока что я не видел никакой информации, что будут рекультивировать эту территорию. И за чей счет это будут делать? Это первый вопрос. И второй вопрос. У нас около Суромовского собора построили каскад, торговый центр. Насколько я знаю, разрешение строительства никто не выдавал. Когда решатся данные проблемы, его будут спросить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, что касается стадиона труд. Есть арендатор, который данную территорию арендует. Действительно планировали строить картодром. Причем получили все согласования. И не администрации города. Получили согласования всех Роспотребнадзоров, технических всевозможных служб и так далее. В результате эмоционального обсуждения, причем у нас было исключительно право только такое позвать арендатора. И подружески, убедительно посоветовать ему отказаться от этого проекта в связи с вот такой вот реакцией жителей. Он прислушался к мнению городских властей, от этого проекта отказался. Территория находится у него до сих пор в аренде. И сейчас обсуждается его эффективное использование. Что касается вырубленных деревьев, то на сегодняшний день они запланированы. Во-первых, вырубались по актам только те деревья, которые были, можно было вырубать. И специально по этому поводу комиссия, даже Думская, городская дума, комиссия разбиралась. В любом случае, как только будет принято решение, что же он все-таки будет делать с этим земельным участком, она будет обязательно придена в порядок. И там будет благоустроена территория. Сергей, я вас заверяю, держу эту ситуацию лично на контроле. Что касается Каскада, это история, вот это вы задаете вопрос, ей уже много лет целые драматически разворачивались события с многочисленными судами и пересудами. Разрешение на строительство там было выдано. И не одно, а потому что однажды его отсуживали, потом по суду снова выдавали, отзывали и так далее. Вот есть окончательное решение суда. Нас обязали данное разрешение на строительство выдать. И сегодняшний торговый центр, на мой взгляд, безобразное решение было. И неправильный этот торговый центр, который там образован, он имеет закон. Но он же там составная часть еще и гостиницы, которая сзади находится. Да, 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 она загородила храм, прекрасный храм, храм копеечный, деньги на который собирались жители Сормы и ближайших деревень. Ну вот, было принято решение, причем было принято решение еще до 2010 года. И мы потом долго очень были разбирательства по этому поводу. Законно нужно констатировать, что на сегодняшний день это закон, разрешение на строительство все есть. Олег Александрович, в оставшееся время, последний, наверное, вопрос, буквально на пару минут. Нижний Новгород готовится к 800-летию. И прозвучало такое заявление, что это будет, возможно, даже общероссийский праздник. Что имелось в виду, как мы готовимся к этому? Ну, действительно, у нас в 2021 году будем праздновать 800-летие нашему замечательному городу. И это должно быть праздником не только для нижегородцев, это праздником должно стать для всей страны. И это, я говорю, без всякого пафоса, это абсолютно реально. Есть города, мягко говоря, поменьше и не такие, ну, так скажем, по-другому значимые для нашей страны. И Орел, и Улан-Удэ, и Омск, Томск, которые праздновали в свое время и 150 лет, и 300 лет. И они привлекали внимание самой широкой общественности, и страна вместе организовывала праздничные мероприятия, причем помогала деньгами, миллиардами. Сейчас я вышел с инициативой, как и положено к губернатору, с тем, чтобы обратиться уже в федеральное правительство с этой инициативой. По закону мы должны собрать все необходимые документы по этому событию за 5 лет до 1 января праздника. Там очень много, там должна быть экспертиза Академии наук, подтверждающая дату основания и все последующие, план событий, план мероприятий. Я думаю, что, то есть это мы за этот год должны все успеть сделать, мы все сделаем, Оргкомитет организован. Сейчас разрабатываем дорожную карту, начинаем разрабатывать план мероприятий. Это очень правильно. Во-первых, это будет продолжением тех изменений в городе, которые будут по плану работы, посвященной подготовке города чемпионата мира в 2018 году. Сразу же плавно перейдем на подготовку в 2021 году. То есть, что не успеем построить или на что не дадут деньги в 2018 году, будем достраивать и выбивать. Ну, это я такой термин использую. Конечно, мы с большим уважением и будем просить федеральное правительство, надеемся, что нас поддержат. Мы этого, на мой взгляд, всячески заслуживаем, чтобы нам в городе провести достойно 800-летие. Этот праздник еще больше должен привлечь внимание к Нижнему Новгороду и со стороны российской мировой общественности. Ну, а главное, чтобы нижегородцам стало еще комфортнее жить в нашем родном городе. Большое спасибо. Время наше истекло. Горячая линия с городначальником подходит к своему концу. Друзья, все вопросы связаны с уборкой снега и то, что не вошло в эфир. Обязательно все отправим в городскую администрацию. Ответы, конечно, будут опубликованы в группе нам на радио ВКонтакте. Олег Александрович, спасибо за визит в нашу студию. Здоровья вам и ждем возвращения. Спасибо, Илья. Спасибо вам, уважаемые нижегородцы, за внимание и за вопросы. И всего вам доброго, хорошего вечера. И любите наш город. Самый замечательный город в мире. Спасибо.